Данилу всего 5,5 месяцев. Все прививки малышу родители ставят строго по календарю. В Краевом Центре вакцинопрофилактики ребенка уже второй раз прививают от пневмококковой инфекции. После прививки нужно смотреть, если температура и пару дней не мыть вместо укола. Такие прививки в этом году в Приморье бесплатно сделают почти 25 тысячам детей. Из краевого бюджета на закупку вакцины выделили 90 миллионов рублей. Такой объем регионального финансирования был выделен на прививочную компанию от пневмококков впервые. На бесплатные прививки могут рассчитывать все маленькие приморцы до двух лет, а также ребята до 18 лет с бронхолегочными патологиями, входящие в группу риска. Мы выделили в этом году большую, довольно значимую сумму на закупку пневмококковой вакцины. Это прививочная и она особенно важна для детей. Она повышает иммунитет, сопротивляемость к различным видам заболевания, в том числе гриппа. Поэтому сейчас она должна быть доведена до лечебных учреждений и проведена большая работа. Это импортный препарат, поэтому, безусловно, показательный. Он снижает порог заболеваемости, повышает иммунную систему для детей по тем субъектам, где она активно применяется. Мы видим, что нет вспышек инфекционных заболеваний, поэтому это очень важно работу организовать. И сейчас наш департамент здравоохранения вместе с лечебными учреждениями будет эту работу проводить и будет еженедельно отчитываться о вакцинации населения, особенно детского. Пневмония сегодня самое распространенное заболевание дыхательных путей в Приморье. Меры по увеличению расходов на вакцинацию населения из краевого бюджета приняли, чтобы избежать вспышек настоящих эпидемий. В таком объеме деньги выделены впервые, поэтому в данный момент мы начинаем закупочные процедуры и своевременно начнем привилочную кампанию. И, как поручил Олег Николаевич, мы сделаем максимальный упор именно на детей. Заболеваемость вне больничными пневмониями регистрируется на всех территориях Приморского края. Наибольшее количество заболевших отмечается во Владивостоке на Ходке, Уссурийске, Арсенееве, Дальнегорске. У таких заболеваний преимущественно бактериальная этиология, то есть вылечить их можно только с помощью антибиотиков. Вакцина защищает от заболеваний пневмококковой этиологии, такие как пневмококковые атиты, синуситы, пневмонии, бронхиты. То есть это вся патология лор-органов верхних и нижних дыхательных путей. Бесплатные прививки против пневмококковой инфекции делают также взрослым, которые входят в группу риска из-за бронхолегочных патологий. А также пенсионерам, которые проживают в пансионатах и домах престарелых. Врачи советуют не пренебрегать вакциной. Она считается главной профилактикой болезни. Эффективность иммунизации, как отмечают специалисты, составляет почти 99%. 13-евалентная конъюнгированная вакцина подразумевает под собой, если это дети идут у нас старше двух лет, однократное ведение пожизненно, то есть ревакцинация на данный момент не требуется. Если это детки идут первого года жизни, то есть у них схема идет, две прививки они должны получить до года или вакцинацию на втором году жизни. И также пожизненно. Вместе с этим пульмонологи Приморья говорят о еще одной угрозе легким приморцев. И здесь уже прививки не помогут. Во Владивостоке стремительно молодеет хроническая обструктивная болезнь легких. За последние пять лет количество пациентов отделения пульмонологии Владивостокской клинической больницы номер 4 выросло на 50%. Таким образом, по числу госпитализированных Хобл уверенно вытеснила с третьего места бронхиальную астму. В нашем отделении обследуются и получают терапию пациенты с бронхолегочной патологией. Преимущественно это пневмонии, но за последние пять лет вышли на третье место хроническая обструктивная болезнь легких. И точно так же бронхиальная астма плюс сочетание этих заболеваний. Потому что хроническая обструктивная болезнь легких отягощает течение любого заболевания, в том числе и пневмонии. Симптомами Хобл являются постоянный кашель, одышка, увеличение количества мокроты, гнойность. Диагноз подтверждают специалисты с помощью спирографии. Обычная флюорография здесь не помощник. Необходимое оборудование есть во Владивостокской клинической больнице номер 4. Она обслуживает Первомайские и Ленинские районы по полису обязательного медицинского страхования, но готова принять и граждан из других районов Владивостока. Как правило, в наше отделение пациенты попадают в крайне тяжелом состоянии, когда отчетливо выражена дыхательная недостаточность, она проявляется. Кобл вообще это прогрессирующее заболевание, полностью излечиться от него невозможно. По словам специалистов, сильно осложняет течение легочных болезней курение. И не только крепких, но и легких сигарет. Облегченные сигареты проходят специальную обработку, и их дым проходит глубже в легочную систему. Напомним, рост заболеваний дыхательной системы традиционно отмечается в осенне-зимний период. Самые тяжелые пневмококковые инфекции обычно диагностируют у детей до 5 лет и среди людей старше 65 лет. В январе от пневмонии в Приморье скончались 5 человек. Светлана Садовая, Екатерина Матвеева, Станислав Лазебный, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.